В общем, вот такая вот короткая история про рижский ОМОН, ничего больше рассказать не могу, потому что не знаю, но понятно, что парней разбросало жестко, кто ушел в бандиты, кто, господи, ну спились, повесились, кто пошел по локальным конфликтам, и кого-то даже занесло вроде на другую сторону, совсем как-то видом, и так далее. Ну, опять-таки, за что винить людей, остались вообще без угла, без всего. Тяжело, не каждому дано, так сказать, в таких условиях сохранить присутствие духа, поэтому ничего не могу сказать, но вот, конечно, нашим прибалтийским ОМОНам пришлось тяжелее всего в этой ситуации. Ну, и, в общем, плавно перетекая из 80-х и из этих конфликтов, которых еще советские люди вообще не воспринимали, потому что я прекрасно помню, мы с мамой, мне было там 7 лет, мы отдыхали в Сухуми, когда там началась война. Это настолько никто всерьез не воспринимал, что просто вот какой-то ужас, то есть ходили там, смеялись, кругом стрельба какая-то вроде, но у нас так получилось, что санаторий Ишера был рядом с военным городком, и войска охраняли. У нас там вертубушки летали, то есть там как-то все это более-менее там боялись туда соваться, но все равно совались, там сняли часового однажды, завладели оружием, убили там парня молодого и так далее. Я это все довольно хорошо помню, и в подтверждение твоих слов о том, что вот, значит, какие советские, значит, точнее русские люди были дармоеды, да, там, и сволочи поработители, очень хорошо помню картину. Мы идем с парнишкой из Москвы, идем по холлу, пустой холл такой, шаги так вот, вот прямо мне въелось белым мрамором, вот эта вот любимая история, да, белым мрамором, значит, отделанный, и стоят два мальчишки, то ли армяне, то ли грузины, ну вот такие, значит, кавказские ребята нашего примерного возраста, и тишина, и один другому шепотом, ну, слышно на весь холл, говорит, смотри, показано, советские идут. Вот никогда не забуду, не знаю почему, но вот как-то это вот мне к памяти въелось, и я вот помню, ничего не с собой сделать не могу, помню эту историю. Так вот, настолько было это невероятно, что мы поехали на следующий год отдыхать туда же. Не могу не поделиться, что в телевизионных новостях про тяжелые бои на Гудаутском направлении, это, в общем-то, самое большое впечатление от перестройки. Места, курорта, отдыха и все, бои тяжелые. И как на следующий год? Если в том году, когда мы уезжали, как раз к вопросу о внутренних войсках, стояли мальчишки в Сухуме, нас везли автобусом в сопровождении уже БТР, это была целая колонна, внутренние войска, автобусов в аэропорту уже к тому времени не было, и нас по взлетному полю эти парни-срочники взяли в кольцо, живым щитом прикрыли, и вот пассажиров рейса вели прям в самолет живым щитом. На следующий год мы в самолет не могли попасть, хорошо, какие-то знакомые летчики подсуропили. Тогда, в общем, человеческие отношения стоили значительно больше того, чем что они стоят сейчас, поэтому как-то нас пристроили на один из борьков, потому что мы уже не могли улететь. И как только мы улетели, буквально спустя там несколько, чуть ли не дней, расколотили это санаторий у Шеры, и понеслась, в общем, там история, не знаю, бог уберег, кто-то по-другому, не знает. Как-то вот все это свернулось, ну и дальше, конечно, уже никому в голову не могло прийти куда-то ездить. И еще очень хорошо мне запомнилось вот это, когда грузинские кафе, абхазские кафе, абхазы, это исконно абхазская земля, грузины, это исконно грузинская земля. Это все как сюрреализм, исполнилось, как паноптикум какой-то. Все только что жили в одной стране, да и вроде до сих пор живем еще в тот момент. И тут это же 80-е еще годы, и тут такая история. Грузинская земля – полезнейшая вещь для разрыва и уничтожения, ничего полезнее не придумано. Я там, кстати, бываю регулярно в Абхазии, но осмелюсь тебе заметить, что все, что было советское, все, что построено государством, поломано в полной негодности, потому что советского государства больше нет, а поддерживать – это нужны деньги. И, ну, такое чувство, глядя на эти здания, что война, она вчера закончилась. Да, надо бы съездить, конечно, посмотреть. Но свобода – это тоже свобода. Свобода от денег, свобода от работы. Свобода, она же всегда, так сказать, мы, когда хотим свободы, мы забываем, что свобода подразумевает еще и ответственность твою персональную. Если ты свободный человек, будь любезен отвечать за свои свободные действия, ответственность твоей, так сказать, и обязанности твои в том числе. А никто уже за тебя ничего не думает и не делает. Поэтому свободен выбирать, что хочешь. Хочешь – под забором валяйся, хочешь – за границу уезжай. Дополнил, что люди, с которыми там общаемся, ну, все прекрасные люди. Никаких этих самых. Вот. Ну, я, естественно, общаюсь с людьми своего поколения. Ну, да. Все прекрасно. Как люди прекрасные. Но наличитует элита всегда, которая решает вопрос на элитах. А куда вас эта элита завезет? Я еще ни разу не видел, чтобы она завела туда, куда надо. Конечно, в последние разы, когда она заводила в союзники к Гитлеру некоторые наши, некогда братские, и братские до сих пор народы, бывает и такое, не дай бог. Не дай бог, да. Но, к сожалению, что делать? Будем жить, как в одном фильме сказали. Причем, говорят эти фразы реально. То есть, она взята из воспоминаний от одного излетчика. Действительно, перед смертью один из пилотов сказал, будем жить. Вот, ну, войны локальные, хотя их никто тогда войнами не называл. В общем, какие-то конфликты, какие-то беспорядки, какие-то перестрелки. Потом уже как-то покровы сняли. Началось, действительно. Пожалуй, наверное, Нагорный Карабах. Вот это первое, что было названо таким, да и то не названо, да, но как-то вот воспринималось уже как война. Вот он уже сурово шло. Да, вот наш Миша Война, который стрелял по нашим же бойцам в 93-м году, он с Нагорного Карабаха начал свою боевую карьеру. Он был, пожалуй, практически на всех конфликтах тех времен, и потом уже в Чечне тоже. В общем, легендарная личность. И его воспоминания о Нагорном Карабахе, кстати, были такие. Я очень хорошо помню, когда он говорил. Он приехал туда выпускником, по-моему, высшего политического училища внутренних войск, чуть ли не нашего Напилютова. Хотя, может, я ошибаюсь, но какой-то ВПУ, да. Значит, он приехал и тут же прибежал к дембелям и сказал, я хочу жить, научите меня, как остаться живым здесь. Его научили. И, собственно говоря, научили настолько, что дальше он поехал, когда все с Нагорного Карабаха помчались купаться в Сочи, он поехал в Приднестровье. Ну и... Чтобы наук не терять. Да, да, да. Потом Москва, потом Лефортово, следственный изолятор. Вот, а он вот в это время участковым был, кстати, в Купчино. Я его, наверное, даже знал. Не исключаю. Вот, это правда. Личность весьма колоритная. Михаил, ну, непокойный.